Перед тем, как мы начнем ответы на вопросы, я бы хотел поставить в известность наших братьев и сестер-мусульман, особенно живущих во Франции, что мы полностью солидарны с вами. Мы молим Аллаха Субханхуа Та'Аля дать вам стойкость и терпение. Мы полностью осуждаем все события во Франции, произошедшие за последний месяц. Мы все знаем, что 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Ислам переживает кризис по всему миру». А несколькими днями ранее шло судебное слушание по делу об убийстве, совершенном в 2015 году, в результате которого от рук террористов погибли сотрудники редакции Шарли Эбдо. Пока шли судебные заседания, в сентябре журнал Шарли Эбдо снова опубликовал карикатуры на пророка, оскорбив его и унизив его достоинства, тем самым проявив самое настоящее богохульство. В связи с этим 25 сентября мусульманин, вооруженный кухонным или разделочным ножом, напал на двух сотрудников журнала Шарли Эбдо, после чего спустя неделю, 2 октября, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, посвященной борьбе с радикализмом, открыто заявив в ходе своей встречи, что ислам переживает кризис по всему миру. Он также добавил, что неприемлемо прилюдно выражать свои религиозные взгляды, что Франция всегда придерживалась свободы слова, Франция всегда соблюдала права человека. Мы не против, если в стране свободно исповедуются разные конфессии, однако внешнее проявление религиозной принадлежности во Франции недопустимо, как, например, недопустимо ношение хиджаба, и он продолжил в том же духе принижать ислам и высказываться против пророка, за что мусульмане со всего мира жестко осудили его выступление. Совсем неподобающе, чтобы глава государства, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы искать решение, стал напротив подливать масло в огонь. Если кто-то богохульствует или же выступает против пророка или же религии, унижая его достоинства, изображая карикатуры, и вместо того, чтобы осудить это гнусное поведение, он, наоборот, выступил с его одобрением, ссылаясь на свободу слова, открыто поощряя богохульство. Тем самым он только продолжил подливать масло в огонь. Что привело к тому, что один преподаватель во время учебных занятий по толерантности распространил среди своих студентов карикатуры на пророка, да упасет нас Аллах, чем вызвал нашумевшие дебаты среди населения по поводу допустимости действий учителя. В ответ на это, 16 октября, чеченский иммигрант вооружился ножом и отрезал голову этому учителю, которого звали Сэмюэль Пати, что потом и стало главной мировой новостью. Если говорить о действиях мусульманина, который обезглавил учителя во Франции, то ислам этому не учит. В исламе есть определенные правила, которые им следуют только в тех странах, где действует исламский шариат, а не в тех странах, которые не придерживаются исламского шариата. Нельзя просто встать рано утром с кровати, взять закон в свои руки и отрезать кому-то голову. Я ни в коем случае не одобряю этот поступок. Многие мусульмане мира осудили этот поступок. И тут следует отметить, что ошибка одного единственного мусульманина из множества миллионов мусульман не может быть поводом для осуждения или же унижения целой общины. Не дает права выступать против религии, против пророка ислама. Поступок следует осудить. Он совершил ошибку. Однако недопустимо продолжать критику в адрес ислама, критику в адрес пророка, выходя за рамки и заявляя о своей готовности придать карикатурам публичное освещение в средствах массовой информации, как мы позже увидели проплаченную рекламную кампанию, в ходе которой изображения карикатур появились на рекламных счетах и были спроецированы на огромные фасады зданий. Просто неуместно. Это оскорбляет наши чувства. И мы, как мусульмане, осуждаем действия Франции, в частности главы государства, президента Франции Макрона, мы осуждаем. Этот человек говорит о высоких ценностях, о свободе слова. Ему следовало бы молчать, прекрасно зная, что творила Франция во время колонизации. Если вы почитаете историю Франции, то узнаете, что у Франции было множество колоний, в числе которых был и Алжир. Всем нам известно, что Франция правила Алжиром более 100 лет. На протяжении 132 лет Франция правила Алжиром, с 1830 года по 1962. Согласно записям в исторических архивах, французами было убито 875 тысяч алжирцев. А в некоторых источниках цифры доходят до миллиона. И если говорить о свободе слова, то следует помнить, что в те времена в Алжире стоило только кому-то выступить против французских властей или же против французов, их бы на месте казнили. Просто убили. Это история. Они колонизировали множество стран, в том числе и Марокко, и Тунис, заявляя при этом, что они тем самым хотели вызвать подъем цивилизаций. Окультурить эти народы. На самом деле они превратили их в рабов. И так поступали многие западные страны. Возьмем, к примеру, Великобританию. Они колонизировали многие страны мира, в том числе и Индию, где я родился. Весь индийский полуостров был колонизирован Великобританией. Они основали Ост-Индскую компанию, высадились под видом торговой деятельности и стали править и грабить страну, и мародерствовать. ВВП упал до рекордного уровня. Индия, которая была богатейшей и мощнейшей страной в мире, они полностью разграбили страну. А в своей исторической хронике они пишут, что они намеривались оккультурить Индию. То же самое и с Францией. Вы только представьте себе, они создали колонии в Алжире, концлагеря намного раньше Гитлера в Германии. И они не смеют нас учить правам человека. Позорно. Позорно, что президент Франции даже не знает истории своей страны и о том, что они творили всего пару веков назад. А как же обстоят дела с мусульманами? Согласно отчету исследовательского центра Пью, за 2017 год 8,8% мусульман имели гражданство Франции. 5 миллионов 750 тысяч мусульман проживали во Франции. А на сегодняшний день их численность составляет около 6 миллионов. Это мусульмане во Франции. Более 9% населения Франции. Кто же эти мусульмане? Этих мусульман завезли из Алжира, из Марокко, из Туниса во Францию как чернорабочих. Многих завезли в качестве рабов. Поэтому сегодняшние мусульмане, по большей части, это третье, четвертое и пятое поколения родившихся во Франции. Но французское правительство относится к ним, как к гражданам третьего сорта. При том, что у них такой же паспорт. Громкие речи о развитии страны, о свободе слова. Но к ним относятся, как к людям третьего сорта, поселив их в гетто. А когда нет равноправия, то и ответные действия неизбежны. И те события, которые разворачиваются на наших глазах, просто уму непостижимы. Если же говорить об ответных действиях, то по всему миру происходит множество разных случаев. При этом, если один мусульманин совершает порицаемый нами поступок, СМИ освещают его так, будто все мусульмане такие. В мире происходит множество похожих случаев, о которых не сообщается в прессе. Как, например, случай в Торонто, когда мусульманину, возвращавшемуся после молитвы, белый расист на парковке перерезал горло, и СМИ молчат. Мы узнаем об этом из местной прессы или же социальных сетей. Для них это совсем не новость. И таких случаев много. Если же мы проанализируем случаи нападений и террористических актов по всему миру, включая убийства, то обнаружим, что большая часть совершается немусульманами. И я уже выступал с лекцией в 2006 году на тему «Является ли терроризм мусульманской монополии?» Я проследил хронику событий за последние 100-150 лет и выявил, кто является первым террористом, кто совершил первый захват самолета, кто стоял за первым заказным убийством. Почитайте историю, и вы увидите, что почти все эти преступления были совершены немусульманами. Только в последнее время мы видим, как СМИ выделяет какую-то паршивую овцу из мусульманской общины и позиционирует ее показательным примером всех мусульман. И что же происходит спустя еще два дня после того, как был обезглавлен этот учитель? 18 октября, прямо под Эйфелевой башней, две мусульманки в хиджабе подвергаются нападению со стороны французских женщин и получают множественные ножевые ранения. Одна мусульманка была в возрасте 40 лет, а второй было 19. Обе получили множество колото-резанных ран и были госпитализированы. Женщина постарше оказалась в тяжелом состоянии, получив несколько проникающих ранений в легкое. И та, что помладше 19-летняя, тоже получила множество ножевых ранений. Поначалу этот случай даже не попал в прессу. Только некоторое время спустя, когда уже повсюду распространилась видеозапись, которая попала в социальные сети, служба полиции решила арестовать француженок, виновниц этого преступления. Разве это не двойные стандарты? Франция, считающая себя развитой страной, заявляющая о защите прав человека, применяет двойные стандарты. Представьте себе, что 9, а то и 10% населения Франции представляют мусульмане. Вместо того, чтобы проявить осторожность и сохранить единство, они переходят все границы и вводят запрет на головной платок, на никаб, на всякое проявление религиозности. И это еще не все. Они открыто заявляют, что будут публично вещать карикатуры на пророка, да убережет нас Аллах, и что всякое выступление против этих действий будет считаться преступлением. И они закрыли более 70 мечетей. За последнюю неделю французские власти арестовали всех, кто выступал против публичного вещания оскорбительных карикатур на пророка, унижающих его честь. Арестовали всех, кто выступал против открытого сквернословия и проявления грязной ненависти в его адрес. Представьте себе, более 70 мечетей было закрыто. Они не просто богохульствовали, они расценивали преступниками и наказывали всех, кто выражал свое несогласие с этим. И это они называют свободой слова. Разве это не двойные стандарты? Самый настоящий бандитизм, только потому, что они в большинстве и представляют 90% населения, они подчиняют и притесняют меньшинство. Разве это свобода слова? Мы осуждаем действия французского правительства, населения Франции и особенно французского президента Эммануэля Макрона. И когда он заявил, что ислам переживает кризис по всему миру, он ошибся. На самом деле, ислам является решением кризиса по всему миру. Я уже выступал с лекцией на тему «Ислам как решение проблем человечества». В этом и есть ответ на все вопросы. Как мусульманам, нам следует осознать необходимость проявления стойкости и терпения. Пусть Аллах, субханаху та'аля, дарует нам собр. Эти люди хотят только спровоцировать нас. Они заинтересованы в том, чтобы такие случаи повторялись чаще, чтобы откуда ни возьмись появился псих и отрезал кому-то голову, чтобы они с еще большей яростью могли наброситься на нас и принять свои законы против нас. Такие случаи происходят по всему миру и совершаются куда чаще немусульманами, нежели мусульманами. Нас просто представляют изгоями общества. Просто мы не замечаем, что преступления, совершаемые немусульманами, совсем не освещаются в прессе. А когда дело доходит до мусульман, они акцентируют внимание на какой-то белой вороне из общины и выставляют ее образцовым показателем всех мусульман. Я осуждаю события, происходящие во Франции. Я также осуждаю заявления, сделанные президентом Франции Эммануэлем Макроном. И я еще раз хочу подчеркнуть, что ислам как раз таки является решением кризиса по всему миру. А что следует делать нам, мусульманам, в случае таких инцидентов, как с Шарли Эбдо? Я уже отвечал на этот вопрос в 2015 году. Можете задать поиск в YouTube и послушать мой подробный ответ о том, как следует реагировать на высказывания, аналогичные заявлениям французского президента. Можете посмотреть мою лекцию под названием «Является ли терроризм мусульманской монополии?» Это было в ответ на их утверждение, что каждый мусульманин, возможно, и не является террористом, но каждый террорист является мусульманином. Совет о том, как следует правильно отвечать на подобные высказывания, вы услышите в моей трехчасовой лекции. А мы, как мусульмане, должны предпринимать все возможные усилия. Во-первых, мы молим Аллаха, чтобы Он даровал нам терпение. Мы видим, как мусульман притесняют по всему миру. Мы видим это в Китае, на примере мусульман-уйгуров в Синьцзяне, где от одного до двух миллионов содержатся в концлагерях. В Мьянме народ Рахинья в штате Ракхин, где они подвергались гонениям. Тот же пример в Китае, где мусульманам запрещают читать Коран, запрещают молиться, где их насильно заставляют употреблять алкоголь, им не дают соблюдать пост в месяц Рамадан. Это самое настоящее притеснение. Что касается Мьянмы, то нам известно о миллионах мусульман, которые были вынуждены покинуть страну и находиться в качестве беженцев в соседних странах. Многие были убиты и многие погибли. Мы знаем о мусульманах Палестины, которых притесняют израильтяне. Мы молимся за мусульман Йемена, мусульман Сирии, мусульман Афганистана, мусульман Кашмира, угнетенных индийским правительством. Мусульман в самой Индии, во многих областях которой мусульман постоянно притесняют. Мы молим Аллаха, субханаху ва та'аля. Можно еще продолжать этот длинный список. Сложно перечислить всех мусульман, живущих в угнетении. Но нам следует проявлять стойкость в религии. Мы должны молить Аллаха, чтобы он даровал нам непреклонность и делать все в силу своих ограниченных возможностей. Сегодня мир превратился в глобальную деревню. Раньше было очень сложно достучаться до мирового сообщества, если у вас нет СМИ, спутников, газет, журналов. А сегодня мир стал глобальной деревней. У всех есть доступ к социальным сетям. Нам следует выражать свою точку зрения и осуждать происходящее. Будет это посредством Ютуб, Фейсбука, Инстаграма или же Твиттера. А в таких ситуациях мы все помним, что и во времена пророка были случаи, когда курайшиты оскорбляли пророка, саллиллаху алейхи вассалям, критиковали его. Вспомним пример Абу Ляхаба и его мерзкое отношение к пророку. Именно тогда Аллах, субханаху ва тааля, ниспослал суру Аль-Каусар. Сура, с которой мы начали сегодняшнюю сессию. Сура под номером 108, в которой Аллах говорит «Поистине мы даровали тебе источник изобилия, потому обратись к своему Господу в молитве и посредством жертвоприношения. Поистине всякий твой ненавистник будет лишен надежды на свой удел в будущем». Аллах, субханаху ва тааля, дает обещание «Поистине мы даровали тебе источник изобилия». Представьте себе, Господь говорит нашему любимому пророку Мухаммаду алейхиссалату ассалам, что он даровал ему источник изобилия. Аллах, субханаху ва тааля, сам говорит об этом. В раю есть источник, или же река под названием Каусар. Аллах, субханаху ва тааля, восхваляет нашего пророка. Представьте себе, что Господь миров восхваляет пророка. Поэтому, как бы ни старались неверующие, кафиры и безбожники принизить пророка, Господь миров лично восхваляет его. И одного этого же достаточно. Как мусульман, нас это, конечно, задевает. Нам больно, нас это злит. Но в то же время нам следует быть осторожными, чтобы не нарушать законов шариата. Следует осуждать то, что происходит. И мы знаем, поскольку Аллах продолжает Аллах говорит пророку, обратись к своему Господу в молитве и посредством жертвоприношения. И в заключении, поистине всякий, кто ненавидит пророка, будет лишен надежды на свой удел в будущем. Вам хорошо известно, что произошло с курайшитами? Что случилось с Абу-Ляхабом, если почитать историю? Все эти западные страны, будь это Франция или же другие европейские страны, как бы они ни ненавидели пророка, Аллах обещает, что Он лишит их всякой надежды на будущее. У нас есть хороший пример. Через несколько дней после того, как французский президент заявил, что ислам переживает кризис по всему миру, одна из сотрудниц благотворительной организации, француженка по имени Софи Петранен, была освобождена из плена. В декабре 2016 года джихадисты Мали, где она оказывала помощь голодающим детям-сиротам, взяли ее в плен. С декабря 2016 года на протяжении четырех лет она находилась в плену мусульман-джихадистов. Недавно она стала последней французской заложницей в мире, отпущенной на свободу малийскими джихадистами. И когда ее освободили, пару недель назад президент Франции отправился лично встречать ее в аэропорту. Софи Петранен находилась в заложниках четыре года. Когда она спускалась по трапу самолета, французский президент уже ждал ее. Когда она спускалась, было видно, что она в платке. Спустившись, она сказала, «Я не Софи, я Марьям». Аль-хамдулиллах. Она приняла ислам. Представьте себе, когда всем интересно узнать, как к тебе относились в плену, у нее остались только добрые впечатления. О тех людях, которые держали ее в плену. Она поделилась, что их действия были обоснованы их борьбой за свободу. Она настолько прониклась уважением к ним, что приняла ислам. Конечно, это шокировало президента Франции, который прибыл, чтобы лично встретить ее. И вдруг узнает, что она приняла ислам. После чего он поспешно меняет свою программу. Все это замысел Аллаха. Они хитрят, и Аллах хитрит. И Аллах лучший из хитрящих. Аллах говорит в суре Алю Амран под номером 3 в 54-м аяте. Они хитрят, и Аллах хитрит. И Аллах лучший из хитрящих. В данном случае президент Франции, критиковавший ислам, направляется на встречу женщины, освобожденной из плена после 4-х лет, и узнает, к своему, мягко говоря, удивлению, что она приняла ислам. Это напоминает мне историю об Ивэн Дредли, еще одной белой журналистке из Великобритании, которая была в заложниках у талибан в Афганистане. Освободившись из плена, она стала открыто положительно отзываться о талибах. Перед тем, как отпустить ее на свободу, талибы попросили ее лишь об одном, чтобы она прочитала Коран. Когда она вернулась, она выполнила обещание, прочитала Коран, и, аль-хамдулиллах, приняла ислам. Тут мы видим, что ислам – это религия человечества, религия мира. С чего будет человек, проведший в плену четыре года принимать ислам? А все потому, что она увидела истинные ценности ислама. Ей стало ясно, что то, как это преподносят СМИ, не является истинным исламом. Иншаллах, в один прекрасный день Аллах, Субханахуа Тааля, откроет глаза Иммануэлю Макрону и покажет ему, что ислам – это религия, которая несет в себе решение проблемам человечества. Ислам совсем не переживает кризис по всему миру. Ислам несет в себе решение кризиса по всему миру. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Аллах сказал в Коране, стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, Ютуб активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку спонсировать под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором и да примет от вас Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok